Слава Богу, дорогие братья и сестры, за Его милость, за любовь, за благословение, которое мы имеем сегодня в нашей стране. Перед началом нашего собрания я хочу прочитать 12 главу книги Иова. И мы немножко порассуждаем и будем молиться нашему Господу. И отвечал Иов и сказал, подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как и у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же, посмешищем стал я для друга своего, я, который вызывал к Богу. И которому он отвечал посмешищем, человек праведный, непрочный. Как так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойный шатры у грабителей и безопасный у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в своих руках. И подлинно спроси у скота и научить тебя у птицы небесной и возвестить тебе. Или побеседуй с землею и наставить тебя. И скажут тебе, рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова и не язык ли распознает вкус пищи. В царцах мудрость и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды и все высохнет. Пустит их и превратят в землю. У него могущество и премудрость. Пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывая чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велерычивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Открывает глубокое из следы тьмы и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их. Рассевает народы и собирает их. Отнимает ум углав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шадаются, как пьяные. Это, дорогие братья и сестры, речь Иова, когда он отвечал своим друзьям, которые пришли для того, чтобы разделить его скорбь. И каждый начинает высказывать свое мнение. Каждый начинает высказывать свою точку зрения. И он, слушая их, действительно подлинно говорит, только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Если вас не станет, то все и мудрости на земле не станет. И тогда он говорит, что признает волю Всевышнего над всем и над его же ситуацией. Вы знаете, вчера мы были на съезде в Минске, на съезде братства. Мы избрали на второй срок Ленина Ивановича Михайловича старшим епископом по нашей республике. Были также и гости, и также старший епископ из России был. Вот, и заместитель епископа по Белоруссии христиан веры в Евангельске тоже поздравления говорил и слово наставления. Вы знаете, мне понравилось слово, Виктор Никодимович сказал такое слово, что в нынешнее время мы становимся политическими и военными экспертами. И он призвал нас, дорогие братья и сестры, не становиться экспертами в этом вопросе. И я, вы знаете, я благодарю Бога, что вот действительно руководство нашей церкви, которую мы избрали, занимает действительно такую истинную библейскую позицию. И здесь Иов говорит, что вот та же самая ситуация у Иова может быть, как сейчас у нас в мире происходит. Мы не можем не говорить об этом, дорогие братья и сестры, потому что это касается лично нас. Мы не можем не говорить об этом, но и братья призывали, чтобы действительно мы не занимали ничью позицию. Здесь друзья пришли, и они разбирались, 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 почему так произошло. Мы задаем вопросы. Почему? 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 И ищем виноватого. И они нашли виноватого, сразу же нашли. Это Иов виноват. Но, дорогие братья и сестры, никто не знает. Они не знали, что происходило тогда на небе, когда Господь утвердил, сделал вот это решение, испытать Иова. И здесь, в этой ситуации, мы не знаем, что, почему и как. Мы можем только какие-то догадки делать, как вот эти друзья Иова. И дай Бог, чтобы мы, с нами, дорогие братья и сестры, не умерла мудрость. И действительно, она не умрет, потому что мудрость у Господа. И он говорит здесь, в этом, здесь, Иов говорит, что у него премудрость и сила. Его, 13 стих, Его совет и разум, что он разрушит, то не построится, кого он заключит, тот не высвободится. Дорогие братья и сестры, вы знаете, я хочу вот в начале нашего собрания призвать вас, нас всех к молитве, к молитве и за Украину, вы знаете, и к молитве за нашу страну, так же, чтобы Господь дал разум правителям. Здесь, вот 24 стих пишет, что Бог отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Господь отнимает в них ум. Для чего? Для какой-то своей цели. Для того, чтобы совершить то, что он намерился. И будем, я хочу призвать, дорогие братья и сестры, чтобы действительно, как Священное Писание говорит, чтобы мы молились за царей, за начальствующих, чтобы нам сегодня помолиться за нашего президента, за президента Украины, за президента России, чтобы Господь вернул им ум. Потому что, дорогие братья и сестры, мы видим, что где-то что-то отнято. И нам нужно молиться. Молиться. И вы знаете, мы молимся вот за потерпевших, но с другой стороны, я вот так сам себе рассуждал, что вот и умирают, погибают солдаты военные, а в семьях горе остаются сироты, остаются вдовы. И на той стороне, дорогие братья и сестры, беда. И с той стороны беда. Беда, горе и слезы. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы не переставали молиться. И чтобы Господь сохранил и нашу страну от этого участия. Пусть Господь благословит, и чтобы мы не ожесточались не ожесточались. Чтобы вот наше ожесточение не переросло в ненависть. Вот брат из России говорил, что он связывался на Украине тоже со служителем, созванивался. и он говорит два чувства. Страх и ненависть. Это страшно, дорогие братья и сестры. И говорит, не дай Бог, чтобы вот эта ненависть не переросла в месть. Это страшно, когда верующие люди боятся и ненавидят. Пусть Господь, дорогие братья и сестры, нас сохранит. И давайте не будем переставать молиться, чтобы наша молитва не прекращалась, чтобы Господь не отнял у нас ум, потому что это в Его руке. И здесь пишется, что у старцев и мудрость, и у долголетних разум, но и Бог и у старцев отнимает эту мудрость. Пусть Господь даст нам силу и мудрость, мудрость свыше, чтобы мы, вот читая книгу Иова и выносили себе уроки. Пусть Господь благословит нас и даст нам милость и благословение. И также хочу передать и привет от братьев, с которыми мы имели общение, все братья нашего союза также передают привет и благословение. И также Владимир Павлович Собчук разговаривал с ним, вы помните его тоже передавал нашей церкви привет. И мы сейчас давайте склонимся и поблагодарим нашего Бога за его милость и благоволение к нам, за то, что у нас еще небо мирное над нами и будем просить его милости, чтобы Господь вернул разум царям. Аминь. Павлович милость 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 в